Продолжаем вспоминать самые яркие моменты из политической жизни Украины. 3 июля 2012 года запомнилось украинцам как день, когда был принят скандальный языковой закон. Этот закон вызвал очень большой резонанс в обществе. После его принятия по всей Украине прокатилась волна митингов. В общем, языковой закон смело можно назвать главным покращением лета 2012 года. Давайте вспомним, как мы освещали эту новость в нашей программе. Во вторник, 3 июля, на заседании Верховной Рады Украины за принятие закона об основах государственной языковой политики было отдано 248 голосов. Друзья, давайте же вспомним, как это было. В этот день заседание Верховной Рады проходило в привычной рабочей обстановке. Депутаты внимательно выслушали мнение каждого, основаясь на точке зрения большинства, вносили поправки к законопроекту. В общем, вели себя, как и подобает, настоящим народным избранникам. В этот же день вице-спикер Верховной Рады Николай Томенко заявил, что он в корне, в корне не согласен с этим законом и сообщил о сложении себя-таки полномочий завестителя председателя парламента. Стоит отметить, что не все-то категорично отреагировали на принятие этого закона. Можно предположить, что некоторые уже празднуют это событие. С выхода этой программы много что изменилось. У меня, к примеру, забрали пиджак. А 8 августа президент после встречи с интеллигенцией все-таки подписал языковой закон, после чего Днепроветровская, Запорожская, Донецкая и многие другие области, Ну, в общем, почти вся Восточная Украина сделала с государственным языком control shift, то есть сделала русский своим региональным языком.